Изменения в избирательном кодексе, отчет контрольно-счетной палаты, новшества в налогообложении. Эти и многие другие вопросы рассмотрели депутаты на 68-м заседании законодательного собрания. Подробности у Романа Быкова. Всего было рассмотрено 17 вопросов. В частности, величина прожиточного минимума в регионе будет определяться по новым правилам. Это вызвано изменениями федерального законодательства. Согласно им, исключено определение понятия «потребительская корзина». Кроме того, в первом чтении депутаты приняли изменения в региональный избирательный кодекс. Например, устанавливается, что кандидат на должность губернатора Тверской области или глава муниципалитета должен представлять сведения о цифровых финансовых активах и валюте. Кроме того, предусмотрена возможность многодневного голосования. В кодекс предлагается включить новую статью 60 со значком 1, которая и регулирует, что организующая выбор избирательная комиссия может принять решение о проведении голосования в течение нескольких дней, но не более трех дней подряд. Также депутатам был представлен отчет об итогах деятельности региональной контрольно-счетной палаты за минувший год. В частности, проведено 82 контрольных и экспертно-аналитических мероприятия, в рамках которых проверено 368 объектов. По результатам финансовой и экономической экспертизы подготовлено 75 заключений. Параллельно со счетной палатой России проверялось начисление стимулирующих выплат медикам, работающих в условиях пандемии коронавируса. Отдельно был упомянут контроль за расходованием средств в рамках реализации национальных проектов. Это будет одной из важнейших задач и в этом году. Контрольно-счетная палата осуществляет в соответствии с предоставленным федеральным законом полномочия по внешнему государственному финансовому контролю, в соответствии с планом деятельности, который утверждается коллегией контрольно-счетной палаты до начала текущего года. В двух чтениях депутаты областного парламента проголосовали за расширение видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения. Кроме того, вносятся изменения в размер потенциально возможного к получению автопереводчиками годового дохода. Предусмотренные меры позволят не повысить налоговую нагрузку для индивидуальных предпринимателей, использующих патент. Мы считаем, что это позволит многим представителям малого и среднего бизнеса, ну малого скорее бизнеса, либо сохранить свое производство, свой бизнес, свое предпринимательство, либо по мере возможности даже и расширить его, а это дополнительные доходы в региональный бюджет, которые придут не в 2021 году пускай, но в 2022-2023. Кроме того, в дополнение к установленным на федеральном уровне 16 новым видам деятельности, которые будут работать по патентной системе налогообложения, в Верхней Волжье добавлено еще 30. Важно, что для новых видов деятельности налоговая нагрузка не увеличится по сравнению с ЕНВД.